как в одном аккаунте зум проводить несколько конференций несколько встреч параллельно абсолютно не мешая друг другу приветствую вас на открытом уроке обучающей платформы вела stars этот ролик посвящен сервису зум в этом ролике я расскажу как создать свой виртуальный офис с нужным количеством вам комнат причем эти комнаты со стопроцентной изоляции занятия в комнате 1 абсолютно не мешают занятиям комнате 2 и так далее реализовать вот такой виртуальный офис проводить одновременно несколько встреч можно благодаря возможности зум который называется зум румс залы или комнаты чем количество этих комнат как я уже сказал не ограничено ограничивается только количество людей одновременно находящихся во всех этих комнатах это ограничение накладывается вашим тарифным планом о нашем тарифном плане про одновременно можно общаться со 100 человеками то есть вы можете сделать виртуальный офис в котором одновременно находится 100 человек в разных комнатах общаются друг другом обучается сейчас я покажу наглядно как создаются как перемещаются люди в комнаты и вы увидите что все что у вас было в вашем реальном офисе вся ваша привычная организация работы через офис менеджера который встречает людей направляет их в нужную комнату то же самое можно сделать виртуально что особенно актуально в режиме самоизоляции и так создавать конференцию я буду через личный кабинет зума чтобы получить доступ ко всем настройкам хотя вы можете сделать это и через приложение зум нажав на кнопочку начать конференция либо нажав на кнопочку запланировать и внести какие-то настройки вашу конференцию я буду делать через личный кабинет чтобы получить полный доступ ко всем настройкам конференции конференция предстоящая запланировать конференцию даю название этой конференции языковой центр полилот воронеж наше описание например офис ростовская конференция начнется в 9 часов то есть офис открывается в 9 и длится будет весь рабочий день например 8 часов отключая всяческие пароли разрешаю видео звук включая звук людям сразу же при входе выключаю зал ожидания и отключаю запись то есть вот такие простейшие настройки нажимаю сохранить получаю ссылку на свою конференцию и и идентификатор подключаться можно по ссылке и либо по индификатору просто введя эти циферки нажимаю начать конференцию открываю приложение zoom вхожу со звуком компьютера открываю на весь экран все мой виртуальный офис открыт я администратор я сейчас буду встречать первых людей которые будут заходить ко мне в офис поставлю на паузу и подключусь конференции так первый человек подключился конференции он находится в главном зале конференции или терминах офиса он попал на рецепшен организатор конференции или администратор офиса может спокойно с ним общаться решать какие-то вопросы и человек ждет своего преподавателя либо человека который будет проводить с ним встречу сейчас опять поставлю на паузу и подключусь преподавателя конференции так вот подключился преподаватель можно сейчас включить еще одного человека для большей наглядности и так будем считать что у нас полный комплект все подключились и сейчас я как администратор офиса буду разводить этих учеников и преподаватели по залам панели управления есть отдельная кнопочка сессионные залы если у вас окно трансляции открыто не во весь экран разверните его чтобы увидеть эту кнопочку либо нажмите на кнопку еще чтобы видеть функции которые сейчас не уместились в этой панель нажимаем на залы при первом клике первый раз зум спрашивает как люди будут назначаться по этим залам обратите внимание по умолчанию стоит автоматически я естественно выбираю вручную на первом стартовом окошечке вы можете как раз и создать нужное количество вам залов зум говорит что у вас сейчас три участника и какое количество залов вы хотите разместить я поставлю например создам пять залов создам нажму создать залы залы созданы у каждого зала справа появляется вот такой вот значок с изображением ручки нажав на который вы можете назвать зал как-то по-другому если мы создаем залы для преподавателей можно назвать залы по именам преподавателей которые будут проводить занятия вот у меня есть преподаватель лена б я для нее создам зал и так далее любой зал вы можете переименовать можете удалить если он вам не требуется прежде чем размещать людей по залам мы изменяем параметры наших залах открываем параметры по умолчанию могут быть включены ограничения по обратному отсчету времени комнаты для обсуждений закрываются залы были созданы зумом для того чтобы людей из общей конференции раскидывать по этим залам чтобы они могли что-то обсудить и потом после обсуждения автоматически вернуться в общую конференцию я все это отключил для того чтобы комнаты залы не закрывали чтобы они были открыты на например весь рабочий день у меня уже все отключено я вам также рекомендую отключить ну либо подобрать под вашу специфику работы чтобы людей поместить нужный зал нажимаю на кнопочку назначить вижу тех людей которые у меня сейчас находится в моей главной комнате или на рецепшене вашего офиса я начинаю этих людей перемещать по залам возьму сейчас игоря черноусова и помещу в зал один возьму преподавателя тоже помещу в этот зал чтобы они могли начинать учиться заканчиваем первое размещение нажатием на кнопку открыть все залы нажимаю на эту кнопку обратите внимание что происходит появляется сообщение что участники получили приглашение переместиться в зал два из них получили один еще у меня висит в главном зале на рецепшен я вам сейчас покажу что видит человек на своем компьютере когда он при получает приглашение войти в зал я подключился к компьютеру вот что видит мой ученик является вот такое вот окошечко ему требуется нажать join подключиться в русской версии будет написано подключиться и он подключается к залу все отключусь от этого компьютера обратите внимание администратор видит что человек ученик подключился к залу он находится в зале и стоит зелененький значочек напротив этого человека появляется кнопочка переместить его можно из зала перемещать перемещать другие зал я вам сейчас покажу как выглядит приглашение на подключение на телефоне но тут еще проще включаясь к телефону вот такое приглашение видит человек у себя на телефоне что организатор приглашает войти в ваш зал можете нажать позже отказаться от приглашения но я нажму войти сразу видим кто у нас уже в зале происходит подключение зал администратор конференции все это видит в окошечке управления залов но и давайте последнего человека также правим зал преподавателя лена б все люди которые у меня были в основной конференции в основной комнате или на рецепшене вашего офиса сейчас переместились зал лена б как только эти люди попали в свою комнату или свой зал они уже не слышат что происходит в основной комнате на рецепшене вашего офиса они могут спокойно между собой общаться разговаривать проводить занятия то есть вести встречу администратор ждет следующих людей которые опять же будут подключаться и он точно также нажимая на кнопку сенсорные залы будет новых людей перемещать в другие залы все что говорит администратор люди в залах не слышат то есть залы полностью изолированы единственное что может делать администратор это писать в чат и сообщение в чате они будут видеться во всех залах они будут идти от имени администратора вашего виртуального офиса организатор конференции или администратор офиса всегда может при желании войти в любой зал кнопочка войти позволяет нажав на эту кнопочку и подтвердив вход войти самому администратору вот в эту виртуальную комнату которая у меня сейчас находится преподаватель с двумя учениками как только администратор входит в комнату он начинает слышать что происходит в комнате естественно и естественно тоже может включиться в разговор что-то сказать выдать какую-то информацию голосом администратор вашего виртуального офиса пообщавшись каком-то зале вот сейчас видно что администратор сейчас находится именно в комнате лена б он может выйти из этой комнаты опять же он перестает слышать что происходит в этой комнате и вернуться на свое рабочее место включать запись конференции администратор может но только в той комнате в которой он сейчас находится сейчас он может записать то что у него происходит на рецепшене либо войдя в какой-то зал он может записать то что происходит в зале но если вы настройка конференции не запрещаете другим участникам производить запись а запись можно делать например на локальный диск у его компьютера нажимаем на запись и спрашивают куда писать выбираем запись записывать на свой компьютер и и запись встречи сохраняется на локальном на компьютере человека нажавшего на кнопку запись вот такая с моей точки зрения очень удобная возможность из одного платного аккаунта ввести несколько независимых локальных конференций встреч проводить обучение с моей точки зрения это шикарная возможность вернуться привычному режиму работы который был например у вас вашем физическом офисе на земле да конечно администратору требуется сидеть перед включенным компьютером весь рабочий день но сидеть уже можно перед этим компьютером не в офисе а у себя дома организовывать контролировать все занятия все встречи которые проходят в вашем виртуальном офисе требуется иметь один платный аккаунт и одного адекватного администратора который может выполнять несложные действия по перемещению людей по залу заключение я дам несколько рекомендаций как лучше с моей точки зрения организовывать вот такую работу вы их можете использовать для того чтобы сделать свою работу проще я закрою конференцию вернусь в личный кабинет обратите внимание ну во первых длительность работы желательно ставить такой как у вас работать работает на платном аккаунте нет никаких ограничений по количеству времени поэтому спокойно можете ставить 12 там 13 и более часов единственное что отключаете автоматическую запись потому что если 13 часов зум будет писать информацию то у вас ваше облачное хранилище быстро перезаполнить но в личном кабинете в разделе записи вы можете удалять записи ненужных вам уже конференций автоматическая запись это считайте ваше видео наблюдение в офисе можете точно понимать когда кто приходит кто опаздывает следующая полезная вещь это повторяющаяся конференция если ваш офис работает каждый день чтобы каждый день не создавать эту конференцию вы включаете повторяющуюся конференцию ставите как часто она у вас будет повторяться повторять каждый день например вы можете сделать на шестидневную рабочую неделю нажимаю на кнопочку сохранить я получаю фиксированную ссылку которая не будет меняться то есть конференция повторяющаяся в эту ссылку рассылаете один раз всем участникам конференции либо можно ограничиться только вот одним вот этим номером потому что конференции можно подключиться запустив приложение зум нажав на плюсик войти и в поле укажите индификатор конференции набрать вот этот номер указать свое имя и нажать на кнопочку войти будет происходить подключение конференции вот все очень просто абсолютно не сложно номер не меняется так как конференции у вас повторяющий адрес вашего виртуального офиса всегда один но еще одна полезная вещь это работа с контактами это можно делать прям непосредственно через приложение зум переходите на страничку контакта нажимайте вот сюда вот на плюсик и добавляйте новый контакт контакт это адрес электронной почты если человек зарегистрирован зум вы можете вбивать сюда адрес электронной почты у вас будет пополняться спешит список ваших контакт благодаря контактов можно делать звонки прям непосредственно выбирая нужный вам контакт отправлять сообщение этим людям делайте то что делать нужно всегда вы собираете свою базу контактов своих учеников либо коллег с которыми вы встречает но и в заключении скажу о тарифах зум у зума есть два платных тарифов тариф про на котором мы сейчас находимся и тариф бизнес тарифа бизнес есть одна очень замечательная вещь которая называется брендирование благодаря брендированию вы можете на свою конференцию наложить свой фирменный стиль это очень стильно смотрится и для компаний которые продвигают именно себя они с и не сервису доплатив 4 доллара всего лишь можно получить дополнительно очень интересную фишечку так благодарю вас что досмотрели этот длинный ролик до конца надеюсь он вам был полезен вы будете использовать эти рекомендации те кто хочет получать полезные знания абсолютно бесплатно с моей точки зрения хорошей техподдержкой приглашаю вас наш тренинговый центр зарегистрироваться мне можно абсолютно бесплатно пройдя по адресу zkbv.ru flash.tr тренинг центр благодарю вас успехов всего самого наилучшего